Что? Стой! Дикарь. О! Это тот персонаж, за которого я в прошлый раз играл. Понятно. Похоже, ты еще сохраняешь рассудок. В каком-то смысле, то, что я тут такой не один, обнадеживает. Скажи мне, ты зло? Нет. Хм, время пока. Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить игру под названием Fear and Hunger. Так, в общем-то, в прошлой серии я добрался до замка. Тут я еще не все исследовал, мне не повезло, и... В общем-то, там в книжных кахфах я практически ничего не нашел. Так, у меня осталась вот эта вот территория неисследованная. Так, попробуем его атаковать. Надеюсь, я срублю ему руку. Все, отлично. Самое главное, чтобы он не начал бить меня отростком. 273. Так, мы можем еще одну ногу срубить. И нужно защищаться. Кольцо стыльной крови. Так, кстати, а я... А могу что-то крафтить? Черный флакон. Флакон с кровью. Странно. Я что-то умею делать. Раньше такого я не умел делать. А. Ну, вот это что такое, я тоже не знаю. Хе, проявить любовь. Тебе не с кем занимать любовью, кроме как с самим собой. Самое удовлетворение в виртуальном круге не приносит эффекта. Жертвоприношение. Тебе некого приносить в жертву. Так, вот я сюда еще вроде бы как не ходил. Так, а это что такое? Я знаю, что такое. Изучить. Неизвестная сила удерживает дверь закрытой. Кажется, ты не в состоянии с ней что-либо сделать. На двери выигрывали на странные знаки. Они похожи на символы из текстов восточных святилищ. Мне нужен камень очищения. Так, факел. Стеклянный флакон. В стеклянный флакон можно налить кровь. Но. Допустим. А откуда взять черную жидкость? А я почему-то застрял. Может быть это лишь игра воображения, но ты слышишь слабый звук, доносящийся из-за двери. А, дверь открыта? Ты чего? Прислушаться. Ну там девочка по-любому сидит, да? Какой-то слабый звук. А, постучатся? Дверь открыта! Нет ответа. На стене висит флаг королевства Рондон. Ты можешь порвать флаг так, ради куска ткани. Конечно. Ты видишь на столе карту, показывающую расположение военных отрядов. Ты находишь приказы капитана среди других документов и бумаг. Ты также находишь четыре огнива. Стеклянный флакон с собой. Похоже, это единственная полезная вещь здесь. Здесь нет ничего интересного. Пустое ведро. От нее... Старая печка. От нее исходит старый... Странный запах ожженного чего-то там. Ты можешь зажечь ее с помощью огнива. Неужели это готовка? Но у меня нет муки. Грубо сколоченный кухонный стол. А, ну это мы все читали. Немного муки. Отлично. Да. Пожарить сырое мясо. Серьезно? Кстати, сырое мясо очень много восстанавливает. Я думал, мука, типа, готовить могу в печке. Нет, мне, наверное, надо рецепты найти. Я знаю, что он всякой ерундой продает, торгует. Ну, здорово, да хотя-ка. Твой взгляд в нем уже прослеживается пустота, присущему этому месту. Кто ты такой? Сорока на хвосте принесла, что подземелье недавно проглотили новую порцию бедолаг. А я увидел в этом лишь возможность для моего маленького предприятия. Ну, так что? Брать что-нибудь будешь? У тебя есть 43 серебряные монеты? Уйти. Блин, я думал, у тебя есть черная жидкость. Лучше бы ты мне дал камень очищения. Вот же, блин. Собаки бегут за мной, потому что сработал скрипт. Я зря огнева потратил. Так, стоп. Тогда получается, что здесь двери нету? Серьезно, здесь нет двери. А мне нужен еще камень очищения. И какой прикол? А зачем я сюда спрыгну? По идее, я от этого ничего не получил. Так, мне было бы неплохо найти капкан. Вот если смогу найти капкан, будет вообще идеально. Я смогу тогда элитного стражника победить. Правда, надеюсь, он не отрубит руки. Так, кстати, я там какие-то предметы нашел. Книги надо просто посмотреть. Приказ капитана. Приказ написанный капитаном, ведающий подземельями страха и голода. Возвращаясь к тому, что мы обсуждали в прошлый раз, мы более не нуждаемся в тех пленниках. Судьба этих ублюдков отныне в наших руках. Делайте с ними все, что пожелаете. Коль вы намерены приступить к своим безнравственным планам, пожалуйста, убедитесь в том, что некому будет рассказать о ваших опытах. Никаких свидетелей, так сказать. Жестокость – это очередная обыденность военного времени. Думаю, вам это известно. Как никому другому. Даже как и то, что некоторые вещи выходят за пределы разумной жестокости, а потому никогда не должны применяться на людях. Ни мне, ни вам не нужны лишние слухи. Не ищите в моих словах желание вас оскорбить, но ради моего же спокойствия я надеюсь более никогда не увидеть от вас письма, капитан Рудимер. Так, подождите, а тут еще где-то должен быть... Да, вот он. В прошлый раз я в прошлой серии... То есть в прошлом прохождении собирал эти шкуры, я мог скрафтить какие-то предметы, но я их так и не сделал. Потому что они... А! Нет, я один раз что-то скрафтил, но оно было хуже, чем та броня, которая у меня была. Так, надеюсь, на меня ворон не будет нападать. Пока что. Так, его мы не сможем освежевать. Так, думаю, хорошей идеей было бы взять себе напарники собаку. Девочку я пока что брать не буду, потому что на самом деле это балласт. От нее мало пользы. Хотя, какой-то урон она получает. Ой, то есть наносит. Так, у меня нету факелов. Так, проблема заключается в том, что... У меня заканчиваются факелы. И как только закончится последний факел, я не смогу двигаться дальше. Особенно в темноте. Так, с этими ребятами нет смысла сражаться. Так, теперь безумница не хочет на нас нападать. Что это такое? Чье-то ужасающее присутствие входит в эти подземелья. А, ну да, я знаю, что такое. К сожалению, я собаку так не нашел. Деревянный баклер. Подождите, а... У меня есть взрывной флакон? Если есть взрывной флакон, возможно, я сейчас смогу себе второго напарника заработать. Так, я не помню, где я его прошлый раз находил. Где-то... Мне сначала нужно... Да, возможно, нужно взрывной флакон иметь при себе. Есть! Есть один взрывной флакон. То, что нужно. То, что доктор прописал. Масло. Маленький ключ. Стеклянный флакон. Кожаный шлем. А, у меня уже есть кожаный шлем. Так, стоп. А-а-а-а... Это подземелье точно такое же, как и в прошлый раз. Только стартовая локация почему-то поменялась. Не знаю, должно было так быть или... Это просто случайно. А значит, где-то здесь я могу найти... Кахару. Ой, эй! Рад видеть тебя живым. Доманул мне. Я тоже рад тебя видеть. Ха, да. Я уж точно не хочу оставаться в одиночку в этом ужасном месте. Так, ну-ка, что у тебя там? Я буду держаться с вами, ребят. Будьте уверены. Э-э... У тебя явно с рассудком беда. Ну ты дурачок. Ой, блин. Ну ты дурак. Я думаю, ты излечишься. Что мне с тобой делать теперь? Блин, я даже теперь не знаю, что с ним делать. Мне его как-то вылечить надо. Ну, у меня есть идея, как можно его вылечить. Но это придется назад возвращаться. Подождите. А-а-а, если бы я вперед прошел? А, нет, не получится. Подождите. Как-то, как-то можно вернуться назад. Но там слишком много врагов, и я рискую проиграть. Так, там призраки. Потом я... А? Иду куда-то туда. Ну ладно, давайте попробуем пройти. Рискнем. У меня факелов сейчас практически нет. Я еще назад вернулся. Так, я не в том направлении двигаюсь, скорее всего. Да, я не в том направлении двигаюсь. Так, будем рубить ему вот эту руку. А, блин, сейчас... Кахара погибнет. От кровотечения. Да, я этого не ожидал. Ну ты капец. Так, короче. Смотрите, в чем прикол. Какая-то из черной стены сочится какая-то черная жидкость. Дотрон... Ой. Ты дотракиваешься от черной жидкости. Ты ощущаешь легкое покалывание на кончике пальца. Зачерпну стеклянный флакон. Черная жидкость получена. Смотрите, в чем прикол. И мне еще надо кровь где-то раздобыть. Я, кажется, знаю, где ее можно раздобыть. И я могу что-то скрафтить. Что именно, я не знаю. Короче, я решил, короче, девочку спасти, потому что... Она дополнительный дамаг будет наносить. В любом случае, это выгодно. Блин. Я не знаю, где у нас элитный стражник. Точно, я знаю, где элитный стражник. Вот на том входе, короче, где-то находится. Так, по идее... А, блин. Ракел потух. Блин, тратюр. Здесь я ему срублю руку. Я не хотел его убивать, но придется. Так, все. Мы теперь с ними можем поговорить. Так, подождите. У меня есть умение, быстрая атака. Это нам даст возможность поговорить с ним два раза. Я его, кстати, только что использовал на этом. На страже. Так. Умение. Поговорить. Ты все еще можешь сдаться, как... Приготовься умереть. Подопытные для чего? Ты все еще можешь сдаться, как послушное дитя. Мне нужен новый подопытный. Я доктор знаешь. Знаев. Знаевщ. Подопытные для чего? О, ну ты увидишь. О, ты повзнаешь. Новый мир, боли и страдания. Пределы человеческого организма. Давайте просто убежим. Ты что, дурак что ли? Он сам на нас нападает. Ты же ничего не можешь сделать. Побег не удался. Блин, он нас просто подражает возле этого. Ну ладно, придет тебя убить. Так, кстати, будет быстрее. Так, а что если я ему в голову попробую ударить? А, ну... Ясно. Я мог с самого начала его победить таким образом. Ключ от второго этажа, но я вроде бы все, что можно было, там собрал. Отополучен флакон с кровью. Зародыш? Живой и дышащий зародыш. Кажется, ему больно. Что? Да, я какую-то ерунду создал. Так, вот этих ребят не обязательно убивать. Я даже больше рискую, сражаясь с ними. Так, у меня есть бутафорская книга. Так, мне нужно сейчас... Что? Стой! Дикарь. О, это тот персонаж, за которого я в прошлый раз играл. Понятно. Похоже, ты еще сохраняешь рассудок. В каком-то смысле, то, что я тут такой не один, обнадеживает. Скажи мне, ты зло? Нет. Хм, время покажет. Ты даже не представляешь, на что можешь пойти, когда пробудешь здесь достаточно времени. На твое присутствие значит лишь то, что эти подземелья получат очередную жертву. И обитающее здесь зло напитается силой еще больше. На твоем месте я бы бежал из этих древних стен. Так, так далеко, как только можно. Для твоего же блага. Надеюсь, что наши пути больше не пересекутся. Будь начеку в этих подземельях. Зло этого места, это зло чистейшее, ничем не замутненное. Оно здесь не для того, чтобы пытать нас. И даже не для того, чтобы пустить свои корни в окружающий мир. Даже если подлые ловушки и монстры этого подземелья попытаются убедить тебя в обратном, цели зла уже за пределами нашего мира. И это место не более чем пережито к долгой жизни. Ты, похоже, хорошо знаком с этим местом. Джа. Да, мой народ, северные Ольдгарда. Северяне Ольдгарда. Мы обнаружили темный континент Виннеланд на самом краю запада. Он, кстати, свою предысторию рассказывает. И Ольдгард, я что-то читал, то, что Легард, которого мы сейчас должны найти... Подождите, мы его должны найти. А дикарь его должен был убедиться в том, что... Или убить его. Ну, короче, что-то у нас немножко сходится. И Легард как раз-таки напал на Ольдгард. То есть, получается, что по факту мы враги. У меня факел погас, а у меня и так факелов мало. В момент, когда ты опускаешь свой взор на изогнутые горы и извивающиеся леса, тех земель ты ощущаешь присутствие великого зла. То же самое зло обитает здесь. Что такое? Кто ты? Можешь звать меня Регн... Регн... Регнвальд. Я север... Я северянин. Из королевства Ольдгард. Можешь рассказать побольше про Ольдгард? С... Да... Да, с радостью. Ольдгард объединенное королевство всех племен воинов Севера. Из Ольдгарда вышли лучшие, сильнейшие, храбрейшие мужи и женщины нашего времени. Кроме того, у нас долгая и славная история. Мореходов и странствующих торговцев. Может, нам будет безопаснее вместе? Без сомнений для... Без сомнений для тебя. Но... До поры до времени я не буду путешествовать с тобой. Уйди. Ну, как хочешь. Так, ну, по крайней мере, мы можем снова атаковать. Так, сыр. Факел. О, круто, я факел нашел. Капуста. Синие травы. Тухлое мясо. Тухлое мясо нам необходимо... Подождите, а у меня есть тухлое мясо? Я набрал его в этом прохождении? Да, есть. Ганилое мясо. Так, если что, мы пока что лечиться не будем. Нам нужно... Этого... Блин, Кахару. Кахару надо спасти. Ну, то есть, взять в нашу пати. И потом вылечить. Потому что у него кривотечение и у него одна единица хп. Я так и думал, что если вдруг я, короче... Типа, ну, ему отрубят руку, и потом я его встречу, он, скорее всего, без руки будет. Это было бы действительно так. Не зря я переиграл. В принципе, пока все то же самое же, что и в прошлый раз. Ну, теперь у меня есть дополнительный, короче, еще один напарник. Возможно, мы его возьмем в команду. А может быть, его тоже можно взять. Но он в прошлый раз не захотел с нами разговаривать, потому что мы спросили, кто он такой, и он обиделся. Если бы мы его не спрашивали, кто он такой, то, возможно, бы он не обиделся. Кстати. А, ну да. В принципе, это все та же самая же локация. Точно! Я же теперь не пройду там. Вот же, блин. Будем надеяться, что нам повезет. Было бы неплохо, если бы я нашел вот эту дуру, в которой я в прошлый раз проваливался. Но, похоже, ее здесь нет. Это тоже рандомное событие, которое здесь не случилось. Так, что у нас там по голоду? Так, что ж, ладно, в следующей серии мы отправимся добывать этого, как его, Кахару в наш отряд. Спустимся вниз, еще и, наверное, собаку получим в отряд. Кстати, я там уж что-то получил. Так. Зародыш я, короче, получил. Для чего он нужен, я пока что не знаю. Кстати, а где он? Кажется, ему больно, что это такое, не знаю. Ну ладно, я сейчас сохранюсь, я как раз иду сохраняться. И попробуем его использовать. Может, это что-то вроде голема? Так, я не помню, что в прошлый раз выпадало. Орел или решка? Попробуем орел. А выпадет решка. Действительно решка. Чего? Твой отдых прерывается, ты чувствуешь опасность, крыдущаяся прямо к твоей кровати. Что-то такое было. Почему я слышал дверь открывающуюся, ой, звук открывающейся двери. Так, теперь будет орел. И снова решка. Наконец-то. Так, а... Ну что ж, на этом мы завершим серию. Так, в прошлый раз был час. Давайте кое-что посмотрим. Ммм, тоже час. Ну, в принципе, мы ничем не отстаем от предыдущего сейва. Вот где-то час с чем-то был сейв седьмой, и потом через полчаса я где-то сохранился на восьмой сейв. Так, ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Расконников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова